В Видновской школе номер 7 в этом году три одиннадцатых класса. Выпускники показали хорошие результаты. Двое сдали русский язык, получив наивысшее количество баллов. Из 93 ребят – пять медалистов. Одна из них – Евдокия Гамазина. Что самое дорогое оставляется в Польске? Не знаю, ну, воспоминания о своих друзьях, одноклассниках. Очень много поездок было, которые были очень запоминающиеся. Какие-то праздники школьные тоже остаются в памяти. Выпускников поздравила глава муниципалитета Алексей Спаский, пожелав каждому найти свой путь в жизни и обрести выбранную профессию. Это счастливое время. Вы, думаю, понимаете это сейчас, но с годами будете понимать все сильнее и сильнее. Конечно, ничего не заканчивается. Буквально завтра у вас будут новые тревоги. Нужно определиться с учебными заведениями, нужно получить хорошее образование, найти себя в жизни и делать что-то такое, что будет прославлять вашу школу, вашу малую родину, в целом нашу Российскую Федерацию. Алексей Спаский вручил ребятам аттестаты с отличием. День вручения аттестатов зрелости наполнен волнением для всех его участников, выпускников, учителей, которые все 11 лет были чуткими наставниками ребят, и, конечно же, для родителей. Последним пока сложно понять, что их дети стали взрослыми. Конечно же, новый этап в жизни, он может быть, будет такой, как сказать, более эмоциональный, более плодотворный, чем школа. Но школа же это 11 лет жизни, такое детство, юность, поэтому немного грустно. Школа гордится не только своими отличниками, но и спортсменами. Их в семерке немало. Ребятам, защищавшим спортивную честь учебного учреждения, медаль вручили местные депутаты Олег Федоров и Гаджимурад Гаджимурадов. Член фона команд по футболу и волейболу Фролом Александров. Для всех выпускников праздник продолжится во Дворце спорта, где виновники торжества вместе встретят рассвет своей новой взрослой жизни. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.